Привет, зритель! Ты не ждал, а я приперлась. Ты не смотри на каталог Эйвен. Этот ободобный. Он еще весной только действует. Он уже не действует. Это старый каталог Эйвен. Но мои руки только сейчас до него дошли. Сейчас я вам его полистаю. Что это вдруг АСМР-то еще и каталог, потому что я кое-что хотела сделать, но ноутбук занят. Монтаж тоже на ноутбуке. А еще что-то записать, пожрать. У меня внезапно еды привалило. А еще что-то другое записать. Тоже вроде как-то не под настроение. Я решила, что, наверное, надо обозреть этот каталог и отправить его на переработку. Шош, лови свои мурашки. Это мой внешний диск. Зритель, если тебе нравится АСМР и ты хочешь меня чем-то порадовать, подари Лёльке внешний диск. А то мне как-то видеоматериала набралось прямо на 300 гигов. С лишним. Это и то не все. И мне нужна флешку большую, точнее внешний диск вообще позарезать. Либо как-то куда-то с одной на другую закинуть, чтобы освободилось местечко. В общем, у нас тут какие-то три бабы. Нюдовый макияж по твоим правилам. Я намарафетила кокосовым. Точнее, как масло Каскау косметическое. Свои ноготочки они блестят. Маникюр от другого не будет. Присленять среди. Я думаю, старость каталога не имеет значения, потому что обычно в Эйвен там цена то ниже, то выше, то примерно такая же. Единственное, что новинки уже наподобные. Будь я представителем, я бы всем рекламила купить эту помаду, набрав чего-то там за 99 рублей. Так давно я бы взрывала, потому что вообще забыла, как родилась тут лоится. Абсолютно невесомое матовое покрытие. Если тебя, зритель, природа обделила натуральным цветом лица кожи, таким цветом, что тебе нравится, ты можешь задействовать какой-нибудь тональный козейвен. Кстати, неплохие. У меня даже подруга мамы покупает ухудовую косметику в Эйвен. Может быть и не только ухудовую. Учитывая, что в Эйвен цена теперь кусается еще больше, чем раньше, то Эйвен это выигрыш в этом плане. У меня камеры выделяют квадратиками все лица в этом журнале. Вообще, я хотела чай обозреть, но что-то как-то пока соображала, как лучше сделать стол ставить или не ставить, и вдруг вспомнила, что у меня решит этот журнал. Вообще, у меня где-то минут 30 свободных, но я подозреваю, что это будет, возможно, чуть дольше. Мне раньше очень нравились помады Эйвен серии Галлайт Ред. Да, в принципе, у меня есть помада матовая, по-моему, как раз из этой серии. Я не помню, только какой тон подарила мне подписчица Люля, если не менее. Очень классная помада, ведь с удовольствием пользуюсь. Она мне сейчас сумочки лежит. Кстати, зрители, если хочешь обзор маленькой сумочки кожаной, что мне задарились сестры на 35 моих лет, а я ее такая вот в ряд стала носить только сегодня, но где-то вот с ноября. Да, если на эти комменты я постараюсь употребить, что в моей кожаной маленькой сумочке. Я читаю ваши комменты, но я все отвечаю, ибо Эрит просто тупо не знаю, что ответить. Ну ладно, на какие отвечают, значит, нашла что сказать. У меня, кстати, есть леггинсы, такие серенькие от Эйвен. Я когда еще была представителем, покупала себе еще есть платья от Эйвен. Слушайте, у меня столько вязаных жмоток еще есть от Эйвен. Если вам интересно повторный обзор, я уже когда-то обозревала, о чем есть от Эйвен, я могу вам тоже обозреть. Дайте знать гаменты. Могу шепотом обозреть, могу нормально обозреть. Так вот, там был какой-то гамент, что, ну, я так поняла, несколько гаментов, что я первую свою сумочку обозреваю медленно и тихо, а вторую сумочку не так медленно, или какую-то я там сумочку обозревала. Откровенно говоря, я не осиливусь в СМР, поэтому ничего назад не могу. В сомнении. Ну, я сейчас это горло пулькает, я не знаю, это слышно было на СМР или нет, ну, в смысле, на камеру. Так как я особо зрячий очагарик, ну, в смысле хреновый я вижу, то вот эти вот цены, суммы, слова я вообще не вижу, я вижу только лучшая цена. То я вам просто, возможно, буду фоном что-то вот такое тележи, что в голову плетет, но при этом листать журнальчик, возможно, даже что-то комментировать по теме. Если у меня на тот момент мысли сойдутся вместе, челлендж у меня какой-то был, но что-то я им не прониклась, по-моему, я его ремки заставила. То бишь, она его полюбила, и получилось так, что я как бы... Просто кто-то в каменах мне на подобное говорил, на подобное действие относительно меня или моей, относительно кого-то, что это не задарил, типа отдал. Отдал или задарил, смотря как рассматривал это. Смотрите, какие соблазнительные губки. Я бы вот такой блеск хотела, если это блеск. А вы какой хотели бы? Ты искала, мы нашли. Все-то они тут вам найдут. Эй, он аромат. Менять ароматы каждый день, это твой выбор. Ой, у меня аромат от Эйвен Бутысея, которая подзревала на декабре, я сейчас использую только Мазьми Райс Блэк. И то, не каждый день иногда забываю про него. У меня есть тетя туша от Эйвен, от Лельки из Тюмени. От Борисьяна. Что-то там забыла. Любовь Бориса, короче говоря. Он так пахнет клево. Даже после душа еще какое-то время аромат остается на коже. Ну а в самой ванной это практически сутки пахнет. И я, может быть, из-за этого забываю потушиться, потому что чувствую на коже какой-то аромат. Бурбланка. У меня есть беленькая. А еще мне Ленка как-то отдавала фиолетовый. Но у меня, по-моему, для меня напала исключительно с дешевым стиральным порошком. Ну, пришла ко мне подружка. Ну, такие вот, знаете, я думаю, у каждого человека. Ну, либо много у кого такие бывают подружки или друзья. Которые, когда в их жизни что-то плохое, ты им можешь помочь. Ты им, ой, блин, лучшая подруга. Особенно, если ты им один раз в жизни, чисто по доброте души, что-то сделал хорошее для них. Ты для них подруга. Как только их жизненные условия улучшаются, то ты сразу не подруга. Про тебя не помнят. Вот в моем случае я даже рада, что про меня не помнят. Ну и... Короче, это... Сразу забывают, что в жизни было все хреново. Она как-то ко мне пришла из тех людей, которые, ну, практически в открытую говорят, что им надо. Или своими действиями так показывают. Ну и сразу к духам. Я понимаю, что она у меня сейчас будет выпрашивать какие-нибудь такие супер-классные духи, которые мне самой нравятся. Вот смотри. Вот у меня есть такие татуи. Если тебе понравятся, типа, забирай их. Для меня они по запаху не подходят совершенно. Ну, все честно сказала. А ей подошли. Ей понравились. Может, ей нравится запах стирального поташка. Потому что некоторые татуи открываются на разных людей по-разному. А на ней они воняли точно так же, как мне казались. В общем, воняла она стиральным порошком. У меня, короче, поменяшки как-то соленые. Ой, я уже не помню. С чем это связано было. Вот такие тухие. Она мне просто показала, что у нее есть. Я выбирала, что мне хочется. Мы с ним менялись. В общем, вот, такие мне очень нравились. Эмали просто. Я бы хотела какие-нибудь другие еще эмали попробовать. У меня, по-моему, нет уже никаких эмали. Вот эти я очень хотела купить в свое время. Покупала пробник. Но у меня его забрала другая подружка из серии той. Давайте ту образно назовем Даша. Подружка Даша. И подружка Даша 2. В общем, подружка Даша 2 у меня такие. Пробник забрала. И я хотела тогда заказать потом полноценный. Но какой-то каталоговый не было. А потом я что-то уже ничего и не заказывала. В общем, я бы с радостью такой аромат попробовала. Даже, наверное, в коллекцию по себе взяла. Хотя у меня много духов на самом деле. Но у кого-то бывает больше. У вас есть такие друзья, скажем так, в стиле подружек Даша. Образные. Ничего против имени Даши я не имею в виду. Не имею против Даши, так скажем. Ну, которые, допустим, тебе понравятся в вашей жизни. Потом внезапно появляются. Вы с ними общаетесь как когда-то. Все ништяк. Будто человека не менялся ни в какие стороны. Потом человек перестает с вами общаться. Непонятно вообще. Ну, тут суть такая. Девочка пыталась мне втюхать то, что ей подарили. В общем, ей кто-то что-то подарил. А ей оно не понравилось. Она пыталась мне втюхать в два раза дороже, чем оно в каталоге продается. Даже по чистой цене, если... Ну, я отказалась, соответственно. Как бы мне не надо. Зачем? В принципе, человек не слышит слова нет. Но все равно приперся с этой вещью. И теперь вот человек периодически вылазит. Зовет меня в гости. Я знаю, что человек зеленый такой. Вот я типа попробовала чисто потому, что цвет фиолетовый сиреневый. Вообще отсюда не вижу, что это. По-моему, я даже такие тухи не пробовала никогда. Даже не пробник. Мне холодно. Не знаю, чем пахнут. Но мне нравится запах. Непонятно. Ну и, короче, знаешь, шум на меня динамит. Она меня взовет в себе в гости. Я уже рассчитываю на то, что она придумает какую-то себе причину, чтобы меня не звать в гости. И говорит вот такое-то время. Допустим, после штурмок. Я должна к ней подъехать в определенный район, где она сейчас снимает квартиру. Но ни с точного адреса там ни квартира, ни улицы не говорит. Я, соответственно, понимаю, что это уже как бы меня накалывает. И человек, видимо, ну, раньше меня это обижало. Сейчас вообще фиолетово. Даже я бы, наверное, нашла бы причину сама, чтобы не отличаться с потомной девицей. Красивые флакончики. Вот такой бы просто. Я не знаю, чем он пахнет, но было бы прикольно у себя. И вот чисто с такой фигуркой. Скажем кто-нибудь, Лёля, пароходчица. Мне кажется, практически каждая девушка в своей жизни когда-либо была пароходчицей. Похожие духи у меня были. Моноаромат. Ну, чё-то, знаете, вот комнату брызнуть. Чисто же приятно пахло. Нормально. Вместо свашителя воздуха. А так, ни то, ни сё. Хотя, когда я была представителем каких-то из этих ароматов, у меня подруга периодически одно заказывала. Самир Вайт бы пошли. По-моему, мы с Мерайс Брэк Блэк, про который я вначале Волика говорила. Если это тезик, который персив, то раньше, короче, у меня сёстры... Ну, нету персива, по-моему, другой цвет. Короче, по-моему, топные тезики мне очень нравилось пользоваться. Сёстры ставили стабильно персив на 8 марта. У меня был, по-моему, голубой или фиолетовый какой-то флакончик такой. Ну, я хотела собрать всё время коллекцию, но что-то на тот момент они писали, что всё, снимаем с прайс-возу, ничего такого не будет. Я купила тот, который мне больше всего хотел из-за. Сейчас смотрю, они снова есть. Такой вот флакончик. Я, по-моему, с полумесяцем был. Ванилькой пахал. Ну, и, короче, эта девица мне за полчаса до моего прихода пишет, что она задерживается на работе типа и неявится. Я знаю, что она как бы... Ну, есть такая работа, которая точно знает, что сколько человек придёт и приедет. Короче, ложь заведомая. Я так это... Пардон, я тут сейчас... Закрою там. Штучку мне уж так его... Я за неё коленкой сидела, когда поднимала плохой парень для хорошей девочки. Главное, чтобы плохой парень к хорошей девочке хорошо относился, а не вёлся как мудак. А так пофиг на плохого парня. Плохой он там или хороший. И я... Такая погода ещё была, что думаю, она меня внезапно всё-таки позовёт к себе в гости. Надо как-то вежливо отказаться, потому что, ну, очень день был уехал. Ну, я ей отвечаю. И человеку, когда... Да ощущение, то ли она пытается со мной поругаться, так мне как-то лениво. То ли что она вообще меня хочет, не представляю. Ну, как бы можно спросить, типа... Мадам, чё тебе надо от меня? Ну, думаю, там какой-нибудь срач пойдёт, а мне вообще... Совершенно лениво ругаться. Истерии тех людей, которые вот везят у тебя в друзья в ВКонтакте. И если ударишь, то будет много говно. А если не ударишь, ну, пусть висят. Хрен лишь жрать, да они всё же не просят. Больше не просят. Ой. Да, если вам нужно сэкономить бабло и подарить как-нибудь мужикам какие-то парфюмы, то вот такие вот акции с красной полосой. Я не знаю, может сейчас в новых каталогах уже не красная полоса, но подобные предложения они вполне себе выгодные. Если же у вас нет никакого хобби, но всё чего-то и вы тратите кучу денег, или просто не очень счастливы в своей жизни, или что-то вас угнетает, то тоже можете купить в запас, а потом кому-нибудь вставить. Пробовать новый макияж и менять образы это твой выбор. Вот так сейчас мы идём на неё. Я понимаю, что она, наверное, супер красивая женщина, но сейчас так вот на неё смотришь, она мне напоминает одного знакомого мужика, который усиленно, обычно женщины уменьшают всего возраста. Тут мужик усиленно говорил, что он моложе лет так на 10, чем есть. Вот прям такой вот мужик-мужик. Давай, на 9 лет? Шок-цена. Любой карандаш за 100 почти 40 рублей. Если вдруг какие-то звуки, то, видимо, мои соседи сверху решили в ванну перетащить на себе в комнату, Иначе объяснить нельзя, если это тут записалось. Вот знаете, уже даже напрягают, ну вы как бы живете, это конечно не общака, но все равно дом с квартирами, и понятно, что в частном доме можно творить что хочешь, плевав на всех остальных, но тут как бы все-таки, если у вас ребенок маленький, и вы хотите, чтобы этому ребенку кто-то не мешал ночью, и тому подобное, то блин, ведите себя так хотя бы. Ну короче, расторожают они меня уже, не то чтобы вот когда что-то пишешь, или что-то хочешь сделать, чтобы тишина была, или просто пытаешься уснуть, и в непотребное время сейчас, да ладно, еще где-то часов 5, сейчас вечера, ну около 6, может уже. Но когда люди вот будто специально шумят еще, учитывая, что эти люди, знаете, вот у меня когда яблоню еще не спили настолько сильно, как она сейчас есть, пилили, кстати, не без разрешения, не санкционированный разбил, яблоню я даже за видео записала. Ну чисто себе, на случай того, что если тут кто-то что-то будет у нас вякать, то у меня есть доказательство, что яблоню у меня пилили, не санкционировано. Короче, люди просто, вот знаете, современные люди, 21 век, там мусорки такие, там не знаю, минут 5 от силы, и то есть очень медленно идти со второго этажа, учитывая время спускаться. У меня, когда я только переехала на эту яблоню, внезапно оказалась тряпка какая-то, потом бутылка пластиковая, потом еще что-то, в общем, люди просто выкидывают в окно мусор, который, во-первых, есть контейнер для перерабатывания мусора, во-вторых, кстати, красивая помада, да, вот все эти цвета, есть как бы, ну, выкидываешь дешевую мусору, даже как-то, ну, соображать надо, вот самим придают, проходит пример своим закетам, двое детей. Ну, один, допустим, еще не сознательный такой ребенок, но другой-то вполне себе сознательный. Да даже, я не знаю, мне бы было неудобно, если бы я вот изогнать, что-то кинула, и повисло бы это на яблоне. Лирически, короче, люди. Еще такая фишка, ходят иногда, и вот так вот, как бы с улицы-то видно, человеку, ну, с улицы видно человека, да, а человеку-то на первом этаже тоже видно, что вы ходите и зыркаете в окно. И усиленно так рассматриваете. Моего кота считают, кстати, каким-то супер породистом, только потому, что он дома сидит. А то, что может год быть концентрированным вообще, что ли, как там мозг, а не хватает ключик, короче, вот некоторые негативные моменты. Я уже давно пытаюсь никаких негативных моментов, там даже если какие-то, ну, неприятные воспоминания, не кидать ни в инсту, ни на ютубе, но иногда получается. Я подумаю, что это, в принципе, все жизненно, потому что у людей, как бы, тоже бывают такие моменты. Но, с другой стороны, это в каком-то плане идеальные соседи, ибо они не суются ко мне в квартиру, не пытаются посмотреть, что, как я живу. В той квартире была одна такая соседка, уже умерла после бабушки, где-то, может, через месяц. Она могла просто вот позвонить в дверь, ты открываешь, и она прямым текстом вот идет, вообще тебя отодвигая с пути, идет как к себе домой. Наверное, все-таки, если совершенно идеальных соседей не бывает, ну, как бы, есть совершенно идеальные соседи, но не то, что время толпились. Я помню, у меня девочка одна, когда были стримы, говорила, что что за дят, то в стену толпятся. Интересная вот эта штука. Я такими, правда, не пользовалась никогда. Я в своей жизни пользовалась только белой пудрой, ну, и еще какой-то розовой. Белой, потому что косила подкривидения. Сейчас вспомнила, что у меня, по-моему, есть помада-карандаш. Не помню, или дарили, или я сама заказывала. По-моему, я сама еще заказывала какую-то. А еще есть лак для губы от Ивраше, который покупала в начале этого года. Мега-сияние в каждом движении. Один за двести восемьдесят девять, два за четыреста двадцать девять. Короче, в этом плане, по большей части, ну, по первости, ко мне некоторые люди пытались так вот зайти, чисто глянуть. Вот тут другие люди жили, хотим посмотреть, как у тебя сейчас ремонт. А некоторая, одна женщина стабильно как-то приходит там, ну, сборы всякие, делает ли уведомления или еще что-то. Списывает там показания счетчиков. Когда мы пишем эти показания в коридоре, ну, в смысле, в общем коридоре, на площадке, усиленно пытаются у меня в квартиру эти, знаете, вот я считаю, что человек, каждый сам решает, кого ему пускать к себе в квартиру, а кого нет. Тем более какую-то бабу незнакомую, пусть даже она там и живет в этом доме, или там сам старший по дому, или кто он вообще у нас является. Груще, я считаю, что это личное дело каждого. Хочу, пускаю к себе домой, хочу, не пускаю, хочу, выхожу сама из квартиры. Тут почему-то считается, что если не пустила на порог, не пригласила я, не сделала экскурсию, то значит супер занята. Так, в принципе, тут идеальные соседи, в том плане, что, ну, друг на друга всем пофиг вообще. Красивый цвет. Мне такой цвет нравится. Сам бы спел. О, я бы вот такую помаду хотела. Хотя у меня есть какой-то феерический блеск, не блеск, а какая-то кремовая помада, это оранжевая, ярко-сиреневая, по-моему, от Аликса, от Влада. Кстати, спасибо, что подписываетесь на канал. Мне очень приятно. Я надеюсь, что к концу года у меня все-таки наберется 6 тысяч подписчиков. Сейчас их, вас, моих зрителей, 5 944, кажется. Я перед записью смотрела через студию с телефона. Она мне почему-то напоминает Итан, которая была в Санта-Барбаре. Не поверите, вспомнила. В детстве смотрела, я не знаю, вообще кто-нибудь смотрел на эту Санта-Барбару. Мне просто как-то YouTube подкинул ролик, типа, как они были тогда и как они выглядят сейчас. О, где этот сериал вообще, что-то там лет 10 снимался. Кстати, вот красивые сочетания. В других каталогах Эйвана, если они есть, и вы такими тенями пользуетесь, советую к приобретению. Люксом я сама не пользовалась, но люкс у меня заказывала, когда я была еще представителем подруга. И какой-то тональник, и пальмату, еще что-то. Ей нравилось. Сумочки. Ленточки. У меня с ленточкой есть только этот самый котенок за 200 рублей, до сих пор помню. Покупала тогда. Он несколько стирок перешил. И сейчас это иногда это любимый котенок тише, а иногда это просто котенок. Тоже-то же у Эйвана хорошая, у меня и подруга заказывала. И та девочка, которая все жаждет встретиться, но всегда ищет причину, наверное, отказа. Так много кто людей знакомил. Шок-цена. Так как я тоники по большей части делаю сама, ну кроме вот гринмаговских, мне еще нравится. Я их не пробовала, но какие-то тоники у Эйвана я покупала, а какие-то собиралась не пробовать. Но что-то так вот, руки-то по большей части не нашли. Попрежем вот так вот. Вот так вот. Вот так я сейчас сделала. Я не знаю, как вам удобно сварить или нет, но я сейчас вот сижу и смотрю через камеру на журнал. У меня так удобнее. Вот до этого я снимала несколько обзоров, потому что лога Эйвана у меня очень глаза уставали, когда я смотрела именно через камеру. Чуть-чуть под другим углом. Маски. Дряпочки. У меня всегда эти маски-дряпочки как-то так ложатся, что я какую-нибудь запчасть забываю открыть. У меня то нос там где-то не туда наклеился, то еще что-то. Собачица-соседи наверху, ну, я же смотрю по камере, вот эти палочки звука не бежали, когда я молчала. Надеюсь, все-таки их не слышно было. Все-таки я не знаю, но сделали бы себе изоляцию. Не всем же приятно слышать, как они между собой сра... пардон, ссобачатся. Мне хотелось сказать срутся. В их случае, я думаю, это даже уже не ссобачатся, а именно срутся. И потом, слушайте, я вот не понимаю людей, которые заводят ребенка маленького, второго, допустим, себе. Пусть в каком-то плане все равно вот у вас маленький ребенок, там кот с гостиком или типа того, зачем вы ругаетесь при нем. Или не заводите ребенка, вы же вместе решили его заводить, как бы. Или не заводите, или не ругайтесь. Еще момент такой удивляет у людей. Я родила, потому что муж захотел, но я не хочу этого ребенка, потому что как бы мне это надо задержать. На самом деле я хочу этого ребенка, поэтому я его родила. Блин, почему за ней надо смотреть и ухаживать, вообще надо ей заниматься? Почему она сама не может с собой поиграть? Почему никто не хочет? Почему это ты не хочешь сидеть с моим ребенком, когда я прихожу к тебе в гости с ним? Чего это ты не хочешь? Специально ищи разговорки, чтобы я к тебе не пришла с ребенком. Не все любят ваших детей. Не все обязаны. Вообще люди, совершенно левые люди, я считаю, не обязаны сидеть с чужим ребенком. У меня подруга такая, одна есть, и почему-то она считает, что это нормально. Если я, допустим, не слышит, нет совершенно, я говорю, я занята, я сегодня не могу. Почему ты не можешь отложить свои дела и посидеть за моим ребенком? С какого, блин, вообще перепугу? Или человек не занимается ребенком и при этом ждет, что ребенок сам чему-то научится? Я считаю, что сначала ребенка надо научить маленького. До какого-то возраста ты его учишь, там, лет до трех, до пяти, ладно. Максимум, ну, до семи, может, и дальше он уже сам начинает учиться. То бишь, допустим, если в школе его пару лет поучили, то потом он понимает, что можно почитать книжку, как там найти по ней, по оглавлению еще чего-то, и сам будет изучать то, что ему интересно, помимо обучения где-либо. Но если ты родила ребенка, то ожидай, что он сейчас будет спокойно сам с собой играть, а не бегать за мамой, за тобой. Это, по-моему, вообще какая-то сверхгибилизмая. Не важно даже, как с чем сравнить. Мне что-то вот эти флакончики понравились. Лото с молочной бритвеиной, акация. Это клемат для рук. В принципе, я бы такой какой-нибудь чистотаж попробовать хотела. Тут 30 миллилитров, я так поняла, вчера листала журнал с ценами от Магнита. У нас, оказывается, выпускается журнал у Магнита. Ну, в смысле, не только у нас, я думаю, что вообще у Магнита. Просто недавно, месяца-полтора назад заметила. Иногда беру полистать. Короче, вот эти тюбички вот именно такого формата, подобные крышечки. Они, видимо, модные последние пару лет на Радусиншо и Варши такие есть. Вейван вот вижу. Просто от каких-то ферм, до выкрасоты, по-моему, там было что-то такое от Магнита, как и Магнита. Они, видимо, удобные маленькие тюбички за 30 миллилитров. Конечно, это очень неэкономично, на самом деле, но так вот чисто было в 2 ради. Так, что тут у нас? Бустер для свежести и молотости куши. Волшебные грибы, я все смотрю, не могу понять, что это такое. Это, видимо, волшебные грибы. Если вдруг что-то шарахнуло, так как я на первом этаже, и у меня рядом это все с коридором находится, то вот там у нас сосит какой-то хлоп из нау двери. Так, вот тут всякие маски пошли. Вот ни разу не пользовалась, не знаю, как вообще это на губы присопачивать. Просто выключала проверить, потому что наверху решили включить музыку. Мне кажется, что все-таки надо как-то соблюдать какую-то, ну, не знаю, какие-то правила общедомовые, что не все хотят слушать твои воблики, а там до 11, можно хоть на ушах стоять. Но если у тебя маленький ребенок, опять же, и ты ждешь, что другие люди будут уважать твое чувство комфорта, то должен уважать, должны уважать и чужое чувство комфорта тоже. Пингвинчик. Пингвинчик, жажа. Благо, камера все-таки так рассчитана, что, ну, я надеюсь, она все-таки не улавливает. У меня чисто звуки тут добежали. Мастера пешутерии с 1963 года. Я, если честно, не люблю пешутерию. Я слушаю по золоту и серебру. Ну, короче, драгметалл. Я знаю, что сейчас есть суперкрутая пешутерия с закосом под драгметаллы, что она может стоить даже дороже, чем драгметаллы. Но я все-таки за золоту и серебрую. Ну, там нет его расчет. Поэтому я сейчас быстро ее пролистаю. Неплохое плоти. Красивое. Если оно еще и натуральное, то, ну, в смысле, натуральный материал, то вообще классно. Сумочки. Тридерс работы. Тапочки. Я бы не рискнула покупать тапочки. Даже если по-суперски. Ты просто, ну, как бы, без примерки. У меня 35-й размер ноги. И у меня всегда было, сколько себя помню, проблемы подобрать обувь. Потому что или где-то узко, или где-то широко. Или просто малы. Ну, в смысле, малы-то редко. Чаще велики. Потому что 35-й вообще как-то проблемно найти. Я помню, когда свои резиновые не покупала в детском разделе. Надели обувь. Потому что оно не было вообще 35-го. Даже маломерки были какие-то огромные. Успей купить. Я дико извиняюсь, если тут полетит, а звуки вы услышите. Сейчас еще какое-то феерическое существо решило показать, что у него есть транспорт на улице. Дальчики. То ли мужские, то ли женские. Рамочкой. Размирайся с какой-то другой. Кстати, чем пахнут рюкем, измирайся. Вот из этой серии я брала голубое. Кель, по-моему, для душа. Мне очень понравился. Он пах ванилькой. Да. Может, все еще есть этот кель, где душа. Вот эта серия, ну, в смысле, вообще Планета Сба хорошая. Эта серия мне нравится. Мне у них нравилась маска для волос. С сосной и чем-то там. Но ее, оказывается, сняли с производства. Очень жаль. Ну, что, блядь, на жизни не больше было этих масок. Но у меня есть вот с бананом. Из этой серии. Молочко сойдетело. И еще какой-то лосьон доделал. С чем-то я забыла. С чем в Инстаграм я скинула водку. Мне подруга мама дарила. Какао. Вот сами крема для рук, кажется, я когда-то давно покупала. Ну, в смысле, кажется, что они, ну, когда я тогда ими не прониклась. Может, они, конечно, сейчас как-то сменили консистенцию или еще что-то. Вот такое мыло я бы попробовала скинуть. Кстати, вот эти средства для умывания два в одном или типа того, они очень тоже хорошие, советую. Бальзамчики для губ тоже не такие. Вот кремами для тела, для лица. Вот у меня они подруга пользуются. Тогда у нас что-нибудь нравится. Когда-то давно крем какой-то, он потом на тюбиках покупал. И даже скраб у меня был от Эйвом. Тоже, в принципе, неплохой. И вот эта серия мне тоже нравится. И гели для душа мне раньше очень нравились. Именно этой серии Асенсус нет. Вот теперь как бы мне Асенсус нравится. Спрейами я не пользовалась. Еще не помню, были у меня когда-либо спрей или нет. Но малачко для тела, в принципе, тоже неплохое. Подобные тоже хорошие штучки. Но я их раньше покупала, с причиной по скидке. Я думаю, многие покупают. Эйвен по скидке. Мне раньше Эйвен был какой-то шампунь. Очень мне нравился. Но давно-давно он уже снятый. Хотя мне нравился еще с лотосом. Мне дарила подписчица Лёлька. Я сама как-то такой покупала. Я не вижу, может быть, вот этот вот с лотосом. А потом у друзей я увидела большой флакон. Эти маски тоже, в принципе, не большие. И скрабики тоже. И вот эту серию я вот вишенку покупала. Еще какие-то парочку. Вишенку, чисто потому, что мне нравится вишенка. Вот это я тоже что-то пробовала из этой серии. Это же, в принципе, неплохой. Но, в принципе, Эйвен сама по себе неплохая. Казметика что-то не хочет, что-то нормальное. Думаю, так же, как везде. Друзья я его никогда не покупала, не знаю. Как они. Этими средствами тоже не пользовалась. Вот в Гринмаме есть похожие средства. Ну, в смысле, это интимная гигиена женская. Очень даже хорошая. Хотя моя подруга, у которой родственники, все врачи, родители тоже были врачами. И даже врач. Ну, разной степени врачи, короче, в разных категориях, скажем так, там и терапевты, и гинекологи и прочее. Она считает, что лучше всего для женской интимной гигиены это детское мыло. Эйвен кейс для мужчин. Мне, кстати, нравятся даже некоторые мужские гели унисексовые такие, но я одновременно, периодически, короче, когда есть возможность, покупаю родственнику в подарок. Эйвен Сенс. Это мужчина в геле, в тушеном геле еще гель на душе и делала. Как-то так, два в одну. Это такое, я красивая, я красивая. А вот большой флакончик того, что мне нравится. Эйвен Сенс. И вот у меня было вот такое, по-моему, заказывала тогда у подружки. Та, которая больше уже непонятно, короче, ну, знакомая заказывала. И такое, по-моему, мне Лёля, если мне не дарила. Вот этот мой любимый гель. Блин, они тут такие мелкие. Я сейчас, наверное, не найду тот гель, который мне нравится еще. А еще очень любимый, это вам. Эйвен, я вам советую. И сама по куколу, когда была представителем, тогда даже про запасы, вот человек мне стабильно дали. Тут он сладкий, 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 тереть. Ничем не пахнет. Может, я не дам, тут. А может, ее и тереть на цену? Нет. По три страницы, она, наверное, не дыралась. Или надо страницу понюхать. В общем, ничем не пахнет. За давностью лета она не дыралась. И вот вам садница, чья-то? На монитор. Спортивные бомбасы пошли. Все краски твоего настроения в палитре лаков, каждый за 99 рублей. Какая-то у меня семейная, потому что у моего ближнего родственника, точнее, у моей ближней родственницы, лак на ногтях не держится долго. Ну, там что-то в течение двух дней, что ли, сползает. У меня за два часа может лак самый суперстойкий сползти. Ну, может, так вот часов утром помазался, к вечеру смылся. Какой-то был лак, который действительно на двое суток держался. Но первые два дня, первые два применения, скажем так, он двое суток держался, а потом смылался. Даже не то, что там, допустим, посуду моешь, он смывается, а просто вот накрасил ногти, вот пишешь, что-то печатаешь, еще что-то делаешь, с водой никак не заприкасаешься, и через два часа он начинает уже смазываться. Красивый лак. Цвет смысла. По-моему, вот такой крем-танок у меня. Лерки из Тюмени. Баночка. Да, вот эта большая баночка. Честно, я бы такой попробовала. Тут еще мало что ли, или что-то такое. Сейчас пахнет. А вот это вот пахнет так же, как крем. Вот такой мне дарила Лерка из Тюмени. Хороший пены и вкусный аромат. Такое я дарила. И вот вторая еще к ней, какая-то штучка есть по друге ее ребенку. Там вообще. Вот, за 60 секунд. Другая кожа без морщин. Маслом какао косметическим. Мажьтесь по вечерам. Своим лицом. Тоже, просто самое. В аптеке продается. Даже той же белой каталог. Номер 6. Закажи свой собственный каталог и ищи. В новом каталоге всякую такую шлипку из каталога, где придет вот это и вот это. Я никогда не заказывала специальные каталоги, когда была пензавика. Мне там приходили, но там, не знаю, с плотниками или нет. Вот такие, кстати, очень удачные, хорошие флакончики. Формат. Вот, допустим, в Оберлиг вот эти 15 мл берешь за крышку и все отвалилось. А здесь очень хорошие такие флакончики. Хорошо сделаны, качественно. Я раньше покупала подобные флакончики. Разных. Тухлых. И вот мне завтра все. Вот мой любимый гель. Сейчас у меня ванная 500 мл от Лельки. Вот этот мне тоже очень нравится. Ну и все, товарищи. Не знаю, сколько тут минут все это было. Ну, может быть, даже я быстро говорила шепотом. Но, надеюсь, все-таки шепот шепотом был. Вроде это шепот. В смысле, не тихие голоса, а именно шепот. Надеюсь, вы словили свои мурашки. Я, наконец-то, отсмотрела от Матву. Отлистала этот каталог на камеру. Всем спасибо и всем пока.